союз нерушимый пятница на часах 13 06 это время начала программы союз нерушимый на волне 101 0 ведут программу азис агаев и владимир сметанин встретились наконец-то да у нас прошлая передача выходила в записи с не хребан садыговой членом президентского совета по межнациональным отношениям здесь общались в день проведения фестиваля дружбы народов то есть у нас праздник за праздником она приезжала фактически на праздник вот и мы с ней провели передачу она много нам интересного сообщила член совета президентского ну таки приятные впечатления остались да да и недавно разума разума разумная она стала говорит что скоро будет по моему в ижевский совет по национальном политике президентские на вы 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 если есть вопросы значит какие-то чтобы она подготовила их и задала во время совета мы сейчас над этим думаем ну и давайте обозначать нашу тему тема яркая хорошая праздничная праздничная вот наш гость первый который сейчас присутствует в студии как-то немножко стеснялся о чем будем говорить да все хорошо будет фат мударисович все нормально праздник сабантуемый сегодня о нем будем говорить фат мударисович он делает вид что он стесняется он сейчас все нам расскажет фат хайрулин генеральный директор ассоциации сельскохозяйственных кооперативов вятка плем член общественной палаты кировской области ваша жизнь фат мударисович мы знаем связано тесно с малмышем где на завтра на 8 июля как раз таки сабантуй ты был намечен но вот сегодня официальное сообщение сабантуй переносится на недельку в связи с замечательной летней погодой да здрасте фат мударис добрый день всем салам алейкум да переносится и у нас сегодня в процессе эфира будет звонок в малмыш непосредственно алешкиной оксане мансуровне это начальник управления культуры молодежной политики и спорта администрации маломышского района и мы еще ждем нашего традиция нашего дорогого участника до который всегда нам помогает и многое нам разъясняет но ислам хаджи касимова да да и мама тела коренослободского района и вот он в пути скоро будет с нами он еще и по совместительству руководитель национально культурной автономии татар главный татарин в кирово-чепятске можно так сказать да переносится чуть позже свяжемся с маломыжем и поговорим ну действительно у нас еще такой практический смысл сегодня в передаче я надеюсь что услышат и у кого-то все-таки возникнет желание посетить этот замечательный праздник я ни разу честно говоря признаться не слушай я тоже я вот только что сколько лишь по видео могу я вас персонально пригласить можете конечно 15 число если надо от районной администрации я вам привезу даже приглашение вот для коллектива радиостанции да так вот так давайте тогда договоримся ну азиза альича тоже приглашение на праздники без приглашений ну как бы нехорошо не званый гость я не буду говорить дальше вам собственно отдуваться что же пока за что же за праздник такой да вы собирались на праздник приглашение персонально у меня есть на этот праздник сегодня буквально глава района сообщил что связи с погодными условиями переносятся потому что он организуется там у поста гаи это на лугах на сегодняшний день невозможно зайти пешим ходом на луга невозможно сделать организовать круг для скачек конные скачки традиционный атрибут да это традиционная но в конных скачках безопасность людей на первом месте раньше когда сабантуй проводился на стадионе их не было сейчас перенесли за город и они ежегодно ежегодно организуются ну два два таких основных момента что на сабанту и самое интересное это наверное вот конные скачки и борьба национальная куреш давайте о скачках еще поподробнее почему вот этот элемент чему кони это вот такая историческая это историческая память так вообще за кровью это ежегодный праздник урожая то есть после окончания пассивных работ проводится как раз вот этот праздник сабантуй и он ассоциируется вот именно с удалью с легкостью ну как 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 говорят джигиты показывают на что они способны один из элементов это показать что они могут на конях кто быстрее кто ловче а что означает само слово той это праздник то это праздник собан это плохо то есть праздник плуга праздник плуга да праздник блога то есть мы не только умеем работать да да но еще и мы вам покажем как мы умеем на этих лошадях как показывал показывать свою удаль и поэтому скачки и куреш нет нет там многообразие этих элементов я могу их начинать это постоянно с музыкальным сопровождением это концерты это песни это пляски народов всех кто проживает на данной территории потому что это не только татары празднует этот праздник сабантуй мы знаем что даже в казани живут 50 на 50 русские ну так нельзя говорить на прямой что у них тоже сабантуй марийцы башкиры башкиры ну первое это башкиры татары сам сабантуй у марийцев он немножко по-другому называется агапаерем по моему так вот как-то звучит а что означает что участвует их приглашают туда татары говорят наш праздник давайте с нами про нет 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 это праздник мы все друг друга приглашаем то есть участвовать все под эгидой администрации это начинается выбирается совет старейшин которые смотрят все эти программы финансирование идет как правильно сказать в складчину то есть каждое сельхозпроизводство сколько-то перечисляют собираются значит люди которые инициативные берут большой шест там привязывают разноцветные полотенца и ходят с гармошкой с баяном по улицам и собирают подарки обычно в подарки дают вышитые полотенца что является наградой в конкурсах одежду ну все новое то есть о чем мы с тобой берем гитары гитары мы можем мы можем да и пойдем по улицам так сказать и будем в преддверии праздник это делается и вот за цыган а вот и наш второй гость до наш дорогой присоединился пожалуйста знакомьтесь я имею ввиду нашим гостям вы мы выяснили не знакомы между собой нурислам хаджи руководитель национально-культурной автономии татар кирова-чапецка имам села корено слободского района кировской области и фат хай рулин уже понятно по фамилии что не чужой человек генеральный директор ассоциации сельскохозяйственных кооперативов пятка плем мы говорим о сабантуе как и договаривались вот видитесь хазрат у нас не только философские темы обсуждают и новыми любви можно знакомиться напередать любом случае то что составляет традиции наших народов замечательного же не убьешь традиции убьешь народ религии можно воспринимать как традиции сабантуй праздники как традиции вот кстати на этом я с вами еще поговорю потому что и готовьтесь в об к вопросу это будет очень непростой вопрос наш я над ним тоже размышляю по поводу взаимоотношения ислама и отношение ислама к традиционным праздникам не являющихся религиозными о как завернули ну если вы готовы то пожалуйста есть а может быть вы еще подумаете нет я живу в исламе поэтому для меня нет наблюдение извне и нет нужды готовится только я предупреждаю время ограничено хорошо как у нас обычно бывает мы начали и незаметно время истекло начнем с того что сказал пророк мухаммад алейкум ман хайн этого населена л 可以 до века или то что хорошо перед людьми хорошо и перед аллахом и вышнем еще раз можете повторить я не хорен интернации хайрана they england all theita know to что хорошо перед людьми хорошо рядовада сегодня это является основой для того чтобы торта является среди народа постоянно повторяющимся мероприятием не противоречащим религии это часть шариата часть закона каким образом вот такие праздники как сабантуй стала маленькой частью нашего народа татарского народа который седьмого века как мы знаем исповедуют религию ислам естественно во все сферы жизни шариат ислама проник том числе и в праздник во первых здесь общение люди собираются со своими друзьями близкими родствами к знакомыми разве это может противоречить религии ни в коей мере хорошо всем да всем хорошо что чем занимаются там сейчас я слышал перечисляли подарки посланник аллах сказал так дута хаббу делайте друг другу подарки будет среди вас любовь едем дальше какие мероприятия такого спортивного характера там происходит проконные скачки дома уже скачки борьба и так далее так далее мы знаем что по суне по примеру пророка махамада мир ему есть пять видов спорта скачки в первую очередь борьба стрельба из лука плавание конечно и бег здесь только плавание у нас нету а все остальное есть все виды спорта а не река есть можно поплавать только 3 к есть традиции и даже есть получается что насыщенность религиозная насыщенность праздника то есть она не только не противоречит она еще и взаимно друг друга поддерживается у нас обычно в россии все и мамы местные занимаются подготовкой к этому празднику один из ключевых праздников для любого татарского имама мулы это праздник сабантуй здорово слушая вас я всегда дополнительно аргументы черепа старейшины которые там участвуют в организации праздника они же и в мечети сидят на первом ряду одно другому не противоречит совет старейшин я его называю да правильно независимо от религии кстати и православные сейчас он перестал быть узконациональным праздником перестал уже сейчас но все-таки вот сабантуй это все-таки татарское название ну она ну тюркская сабантуй это плуг еще твой праздник свадьба древние близкие позначения праздник свадьба это близкие позначения сказать то можно сказать байрам тоже старая до называли байрам сабан байрам ну тогда вообще будет очень то слишком вот поэтому мы стараемся не чтобы не было похоже на ура за байрам корбан ну да 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 немножко как бы байрам другого смысла чуть-чуть да ну то и в любом случае свадьба в любом случае праздник праздник на сегодняшний день любая пятница может превратиться в сабантуй да а кстати а быть а кстати почему вот русской там там славянской традиции сабантуй какой-то вот еще подтекста есть что-то за сабантуй устроил строю там что-то праздник устроил какой-то такой негативный подтекст нет 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 тут просто я как специалист по русской филологии могу вам сказать что здесь просто речь идет о том что в этой поговорке да или в идиоме в этой о том что не всегда можно устраивать ведь есть место сабантуй а это после время да время извините время да сабантую что после того как посеяли грубо говоря посадили картошку и до сенокоса есть пара недель отдыха да ну а а вот значит после сбора урожая еще есть праздник у многих народов перед сбором а у татар после вот того как ты собрал таскать урожай но это мы так забегаем вперед ну на всякий случай да тихонько считаем прибыли и не кричим все понятно деньги любит тишина эти вот день работника сельского хозяйства называется давайте постепенно дальше пойдем любой праздник требует такой серьезной подготовки в том числе духовной подготовки да в чем заключается здесь духовно просто людей призывать людей собирать людей объединить специальных проповедей не делается если и мамы или муфки приглашают чтобы он выступил обычная тема выступления это напоминание людям о своих корнях о своих истоках если люди будут забывать свои корни они будут оторваны от них и они будут как перекати поле никому не нужны хороший человек в любом месте колышек забьет плохому человеку места нет и вот здесь задача чтобы листы в свои традиции детям передавали ведь смотрите сколько молодежи приходит посмотришь вот в коре но проводится сабантуи там молодежи собирается столько я даже представить себе не мог что-то столько нашей молодежи есть татарской то есть она они не только из вашего села до корни все наши но разъехались а потом этот праздник собираются с друзьями еще конечно это же здорово это же отлично а в корино кстати когда запланирован праздник раз в два года проводим вас в следующем году будет раз два года в этом году так то он считается ежегодный праздник вот сказали пять направлений основа особых спортивных я знаю что достаточно много там такие как ходьба с с этими с гирями двухпудовками кто больше пройдет кругов штанга есть дальше идет прыжки в мешках мешок с соломой значит на бревне на скользком бьются иногда с закрытыми глазами даже дальше значит перетягивание каната перетягивание палки связывают двух людей по одной ноге у одного левую и другой правую кто быстрее там дойдет какое-то расстояние на деревянной ложке носят яйца женщины обычно поставят в зубы берут и кто быстрее понесет вот я хотел как раз спросить мы все говорим вроде про соревнования там мужские а чуть женщины женщины воду на коромыслах кто кто быстрее там сколько кругов дадут а то есть свои хозяйские какие-то качества в этот момент это еще и издревле это еще в китайских лет описывается сабантуй как праздник когда племена собирались и под руководством старейшин хвастались друг перед другом своими достижениями хозяйственном и спортивном качестве вот и люди спорта вот вехать достижение хозяйки она что мой представляет из себя как хозяйка сколько на воды может быстро принести не расплескав ну здесь просто аккуратность когда она яичко несет умение молчать и аккуратность сразу два качества женщины просто хорошо женщины еще по-другому например вот любимая володина тема не там поесть что-нибудь вкусненькое вся поляна накрыта шашлыки болешь в профессиональный татарской соревнования вот в беляшах там и так далее женщины конечно мы здесь провели в мечети месяц рамазан был ифтары то есть разговения вечерние кушанье одни раз сделали показательный татарский ифтар ротто не разбирается как мы кушаем а основное блюдо выпечка была выпечка там шурпа бульон с лапшой домашний на самодельный и мясо с картошкой и все выпечка стоит начинает кушает 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 дает добавляет и не кушает будет потом принесли шурпу поели уже как бы вот где-то здесь уже сытых а потом несут основное тяжелое мясо с картошкой вот за эту выпечку и на проповеди говорю мы мужчины потеряли маленькое управление в семье почему у нас слабость мы любим выпечку и мы ленимся ее делать а женщины умеют делают и за эту слабость они еще вот маленько нами командует это правда интересно через еду а хорошо это мы на мероприятие а вот может женщина участвовать в соревновании на скачках там ну вообще-то не участвует нет это чисто мужское в стрельбе с лука может 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 у меня дочка совершали поиску в дагестан зашли в кир и вот нас было четыре мужчины и моя дочка моя дочка перестреляла всех самая меткая самая меткая лучше всех освоил лук и самая точная стрельба у нее была лук это ловкость она была лучше чем вы конечно тир стрельба из лука здорово это сейчас новое веяние пошло среди мусульманских народов поднимается вот корневые традиционные до стрельба из лука ведь здесь не просто правильно прицелиться техника сила здесь все работает какие группы мысль может накачать себе стрелок из лука не один борец не накачает какие руки крепкие я туда вышел у меня вот эти предплечья были синяя и разбухшая усталость взять эту турцию там в каждом отеле стрельба из лука мусульманская страна пожалуйста вот каждый день соревнования дети их роль в празднике сабантуй радость виск и счастье все почему они участвуют часто но непосредственно соревнованиям борьба куреш это борьба с поясом надо значит перекинуть чтоб коснулся противник лопатками землю начинается вот мы мы же особенно начинается она семидесяти восьмидесятилетних семидесяти восьмидесятилетних то есть старики выходят начиная семьдесят восемьдесят ну такие старшие участвуют а потом переключается на детей вот начинается с маленького там пять шесть и пошли выше 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 потом у нее эти юноши пошли и потом уже основательные соревнования делятся на две весовых категории обычно это не прописано нигде вот как раз как сабантуй сам организуется глава района естественно стоит во главу оргкомитет свой финансовая поддержка всех предприятий спонсоров вот о чем мы говорили хождение по улицам сбор подарков но мы уже не пойдем не пойдем еще раз раз сыграл за к сыграм будут принимать на не пойдем уже и вот потом уже деле на две весовые категории обычно до 80 и после 80 и все и начиная этот вот эта борьба идет целый день параллельно идут другие соревнования то есть вот это все динамично происходит параллельно там выпечка шашлыки по всему кругу а вот песни пляжки это обязательно все все народы участвуют то есть не только татарские фон татарская музыка играет если там марийские какой-нибудь артисты приехали переключаются и они танцуют если я там захочу азербайджанская пожалуйста вообще выйду скажу хочу спеть азербайджанскую песню можете кавказский танец легковать вот на чем вас можно на чем вас и ловим вкорено когда проводится сабантуй русские коллективы русские национальные удмуртский национальный коллектив и соседей свято-заре вас приезжает мы естественно основной мы поем сами так пожалуй даже как-то раз было даже что-то на английском языке спели здесь же главное настроение праздник праздник сдерживающих моменты только один приличие все издревле в этот праздник войны прекращались где-то даже описывали что сабантуй первичина олимпийские игры оттуда пошли кстати празднуется только один день вот 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 такое массовое гуляние два дня уже тяжело очень и просто мы знаем же что та же масленица у нас до целой масленичной недели масленица полегче будет если вы увидели сейчас лицо тяжелее будет дело в том что проводится ведь в каждом населенном пункте по одному и друг другу ездят всегда то есть первая в маленьких деревнях потом через неделю буквально в районном центре потом в областном потом делается федеральным федеральный даже участвовали у нас кто борис николаевич ельцин горшок бил с закрытыми глазами владимир владимирович путин доставал монету из котика это такой напиток национальный такой барракадный стал напиток после руки и президента но наш сосед татарстан наверное все таки по размаху самый такой вот яркий сабантуй да там федеральные проводятся и розыгрыши соответственно призы другие обычно машина да всегда был автомобиль а я помню что самый лучший приз всегда был конь это знаете значит тут поговорка недавно появилась раньше у всех были лошади у богатых машины сейчас у всех машины очень богатых лошади поэтому но сейчас на среднем уровне баран средний уровень баран ну при ну баран где он победитель чего не будет там да вот у нас на фестивале национальных культов александровскому саду до александровскому саду там победителем по борьбе курыш вручали барашка барашка что он с него делает опять-таки готовить кушанье и зовет друзей и северный угощает всех да да ну куда столько мяса днуто давайте на рекламу сейчас прервемся я напомню что мы говорим о празднике сабантуй и я думаю что после рекламы уже свяжемся непосредственно с городом маломыжем и поговорим о конкретном мероприятие программа что там будет через неделю никого приглашают сюда союз нерушимый продолжается программа союз нерушимый мы говорим о празднике сабантуй который был запланирован на завтрашний день в малмыже но вот по последним данным все-таки перенесли из-за погоды на недельку на 15 число ази сагаев и владимир смитая и наши гости норислам хаджик асимов руководитель национальной культурной автономии татар кирова чепецкой мам села корено слободского района кировской области фат хайрулин гендиректор социации сельхозкооперативов вятка плена член региональной общественной палаты и собственно долгое время вы ведь в жили в маломыше и сейчас активно туда наведываетесь и вот сейчас у нас на связи оксана мансуровна алешкина это начальник управления культурой молодежной политики и спорта администрации маломерского района оксана мансуровна добрый день здравствуйте оксана мансурова да добрый день мы хотим чтобы вы все-таки рассказали какие мероприятия запланировали запланированы в рамках сабантуя и я уверен что многие загорятся желанием да да выходные посвятить и так собирались куда праздник-то делся оксана мансуровна расскажите пожалуйста что запланировали в этом году в наших силах к сожалению вот погодные катаклизмы не дают нам провести праздник запланированные сроки а так надо сказать что в 2014 году праздник получил статус регионального и он как раз впервые проходил тогда в малышском районе и вот в этом году вновь нам посчастливилось организовать на территории малышского района региональный национальный праздник сабантуи мы планировали что в данном мероприятии у нас примут участие и делегации соседних районов кировской области республики татарстан и вот сегодня оргкомитетом было принято решение неблагоприятными погодными условиями перенести празднование этого национального праздника на 15 июля праздник все равно будет она у нас ежегодно традиционно то есть самым зрелищным мероприятием это являются конные скачки поэтому они начнутся в 11 часов по запланированной программе участие в нем принимают порядка 40 семей наездников из кировской области республики татарстан а торжественное открытие праздника на главной сцене состоится в 12 часов где где программа праздника уже тоже традиционно значит здесь и традиционные национальные игры и борьба крэш и соревнования по тяжелой атлетике к участию в волейбольном турнире заявилось более 12 команд поэтому я думаю что все запланированное то что мы планировали мы все это проведем в рамках этого мероприятия но уже 15 июля да где по где пояснить пожалуйста именно куда не жителям малмы же приехать если они все таки решат в следующую субботу ну место традиционно оно уже в течение более чем 10 лет проводится за постом гибдд это перед поворотом по казанскому тракту такое живописное место там обустроены несколько площадок это и главная сцена и детский сабантуй будет проводиться на отдельной площадке поэтому заблудиться здесь не придется издалека будет видна нарядная поляна проведения этого мероприятия в общем если из кирова ехать кумен и сунан на линск куржом и маломыши прямо в этот праздник в сторону рядских полян да а детский сабантуй поясните что это такое детский сабантуй ну желающих в праздники принять участие всегда бывает большое количество более двух тысяч детей всегда принимают участие поэтому мы немножко разгрузили майдан и вынесли детскую зону с аттракционами тоже со сценой и с традиционными уже национальными играми на отдельную поляну поэтому все желающие дети примут участие еще в большем количестве чем это было ранее скажите пожалуйста люди действительно искренне ждут этого праздника вот так с гаящими глазами когда же он будет организован да конечно сегодня буквально телефон не смолкает звонят из соседних регионов и вообще как бы наши гости планируют отпускать заранее поэтому начинают интересоваться датами проведения наших традиционных праздников это сабантуй и ярмарка казанская еще в декабре когда планируют графики отпусков а так конечно большое скопление гостей приезжает в эти сроки и в Малмыш ну надеемся что задержатся еще на недельку а кстати казанская ведь 22 июля в этом году в Малмыши да казанская 22 июля это тоже традиционное мероприятие надо сказать что в этом году оно будет проходить уже в 25 раз юбилейный тема главного карнавального шествия опять 25 перезагрузка поэтому все самое лучшее что было за 25 лет будет воспроизведено в рамках этого мероприятия очень красочно поясните какие это основные там ярмарка карнавал ярмарка город мастеров уличное карнавальное шествие участие в котором принимают коллективы как города так и также соседних регионов традиционно у нас ежегодно в карнавальном шествии принимают участие более 600 участников то есть это праздник который делается руками и силами самого народа поэтому он и наверное наиболее интересен спасибо большое я думаю подробный рассказ такой да выяснили спасибо в общем всех ждут я так понимаю да я думаю что все у нас получится оксана мансурона можно вам вопрос да фатму дорисович хайрулин очень приятно слышать вас да я кстати 11 лет подряд команду возил волейбольную туда 10 лет мы заняли первое место но один раз болтасинская команда все же наказала нас и мы были вторые вот в карнавальном шествии в прошлом году мне сказали что некоторым участникам даже отказывали потому что длина карнавала то есть длина вот этих участников была очень большая это правда или или это просто наговорили у нас определены конечно сроки подачи заявок на участие в карнавале поэтому действительно в последние дни там когда заявлялись карнавальные коллективы пришлось отказать так как шествие у нас идет по улицам города и есть костюмированные машины поэтому приходится немножко ограничивать количество участников вот это да то есть до какого предельного срока нужно обратиться чтобы карнавал украинский срок у нас еще 20 июля 20 июля оксана мансуровна еще одна просьба значит вот от лица администрации маломышского района я тут пообещал что эхо москвы целиком будет приглашено вы можете организовать приглашение радиостанции эхо москвы в кирове не вопрос я думаю что мы гостям всегда рады и маломышский район всегда очень гостеприимно встречает и агаеву азизу отдельное приглашение москвы они в этом году примут участие как зрители а в следующем году возможно и как участники этого праздника еще азиз агаев хотел сам лично станцевать кавказский танец вот он пообещал у него кстати это прекрасно получается и спеть тоже хотели хорошо если есть желание мы обязательно включим в программу спасибо большое рада что вы с нами пообщались Оксана Алешкина начальник управления культурой и молодежной политики и спорта администрации маломышского района а вот если он обязательно вообще сабантуй вот не знаю если жизненные обстоятельства как то вот они противоречат что нельзя собраться там погода плохая он в каком-то формате в ином может пройти в общем если совсем все плохо то уж нет сабантуя это праздник когда серые будни когда не с кем встретиться нечем угостить нечего показать ну совсем все плохо тогда чё ж праздник то делать то есть душа должна просить праздника да а когда у тебя есть какие то достижения ты не камень лежащий под водой а ты личность ты группа личности ты имеешь какой то цвет красивый яркость какую то то проводишь обязательно проводишь позитивный человек называется да обязательно не только сам радость ты же делишься и вот это как физики могут поддержать наверное получается положительно заряженные частицы распространяется по всему пространство шару и они тоже от себя заряжают и это маленькая радость она растекается по всему миру и где то их остановится хорошо ну тоже такой интересный вопрос просто не избежать каких то интересных ситуаций а вот если внезапно что то вот накатило плохие эмоции во время праздника там негатив к ближнему все таки стараться как то вот лучше уйти лучше не выплескивать лезешь на стол негатив куда то исчезает остается на земле слазь на столб спасибо еще пообщаемся немножко до конца программы полезно на стол правильно заземлили да негативных вообще там вот люди улыбаются ходят вот знаете мы говорим что выйдешь у нас в россии и люди какие то грустные хмурные в европу приезжаешь он улыбается как будто знакомый и иногда думаешь ну что ты улыбаешься вот на этом празднике там все доброжелательные улыбчивые вам надо просто один раз посмотреть поучаствовать и вы все поймете почему это так а какие подарки кстати вот на нашем региональном забантове подарки за участие начальное там вышитое полотенце кем то потом детям обычно одежда какая то там рубашка сладости сладости значит ну вот такие средние и потом уже дальше идет уже больше 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 там же кто что может нет такого цен за ценового уровня какого то подарка и не смотрят на стоимость подарка не смотрят на стоимость подарка да я вот помню маленьким семилетним участвовал значит мешках прыгали не бились я скорее борец чем прыгун значит бились победил мне подарили матрешку зачем не матрешка мужику ну подарили мне понравилось подарок же конечно а кстати вот наши любимые семейные это тема да это ведь наверняка возможность присмотреться да там девушка там молодой человек мальчики это ведь тоже тут есть такая да есть значит работа вроде пока показывать себя молодец молодец мужчина показывает себя поэтому родители присматриваются да родители присматриваются впереди на что ожидает осень собрали урожай ну традиционно свадьбы же осенью делают да да по результатам смотра красоты и силы а он смотров не официальный такой ну естественно не выводят специальный кому надо они присматриваются там в четыре пары глаз выискивают ну да это уже примерно так а потом на станции застанет а нет сабанту днем не заканчивается кстати не танцуют вместе мужчины и женщины по нашему не в обнимочку не не они не в обмене мимочку а как бы вот рядышком то вообще никак вообще никак я бываю крайне недоволен ну я понимаю вы то знаю почему недоволен когда он уходит да ну правильно полиция дрова подарилась все сабанту днем не заканчивается да там ночью проводят ну вечером же начинается молодежное гуляние танцы под гармошку обычно на автостанциях и вот там такие живые эти танцы они тяжелые даже тренировочным тренированным людям я как-то один раз команду свозил вечером мне мой тренер говорит мы на волейбол ездили он говорит вот эти вот танцы надо внедрить в цикл тренировки потому что это один танец я станцевал я так устал а там постоянно это под гармошку ну веселье такое надо я говорю еще просто надо посмотреть на этом завершается наша программа уже время пролетело я думаю что у кого-то из наших слушателей непременно внутри что-то щелкнуло и захотелось посетить это мероприятие очень надеемся что погода не подведет все таки тем более такое сердечное приглашение было а если еще официальное будет приглашение а если еще официальное знаете в городе Галецкий Сан Саныч говорит в городе говорит поверье ходит когда Френкель идет в отпуск тогда хорошая погода а он идет с 17-го так что будем надеяться мы никоим образом не хотели обидеть Марата Шаровича тем самым спасибо большое нашим гостям Нурислам Хаджи и Фат Хайрулина мы на этом прощаемся хорошей пятницы и хорошего настроения всем до свидания Владимир Сагаев спасибо в алейкум ассалям всех благ всем союз нерушимый